Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу ВАЦ. И теперь Яков приходит в Харам. Написано, и стал Яков на ноги, и пришел в страну сыном Востока. Пришел в Харам. Что интересно, зачем написано, встал Яков на ноги? Если мы посмотрим комментарии Раши он говорит, что в ведра Шраба написано, что это воспрял духом, после того, как Всевышний явился, и он теперь идет с хорошей силой, духовной, идет в Харам. Что мы можем еще посмотреть? Ну, смотрим, встал Яков на ноги. Ну, если написано, что пришел Яков в Харам, тоже мы бы не обратили внимания. Но интересно, что в конце книги Брешит написано, «И поднял Яков ноги свои на постель, и скончался, и был приобщен к народу своему». Вот такая вещь. Значит, что значит здесь? Встал на ноги, тут. Поднял ноги и скончался. Впечатление от текста, что Всевышний его поднял на ноги, после того благословения, которое Яков получил, и когда он выполнил через 70 лет всю задачу, то есть он получил в 77 лет это благословение, и в 147 лет он уходит. 70 лет он просто выполнил все, 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 что Всевышний на его возложил. Написано, что Яков пришел в страну, стану востока, и пришел к колодцу. А возле колодца три стада овец лежат. И он обратился к пастухам, «Братья мои, откуда вы?» Они сказали, «Из Хаганами». Он сказал, «Знаете ли Лавана, сына Нахора?» Они сказали, «Знаем». А вот дочь его Рахель приходит с овцами. И написано, что Яков говорит им, «Братья мои, не пора ли пасти овец? День большой!» А они сказали, «Не можем, не можем сдвинуть камень, пока не соберутся все стада. Тогда напоим мы овец, и тогда пойдем пасти их». Вот так. То есть беднота страшная. Почему нет воды? Для того, чтобы всем понемножку воды хватило, на устье колодца поставили камень. И такой большой, что только семь человек могли его сдвинуть. Яков увидел и Рахель, дочь Лавана, племянницу своей мамы, и овец Лавана он увидел. Медраж говорит, что у них было всего четыре овцы. Яков зачарованный Рахелью подошел к ней, побеседовал, поцеловал Яков Рахель. Наши мудрецы говорят, «Ну как он мог поцеловать Рахель?» Это же не просто человек подошел и поцеловал, не зная законов. Наши законы говорят, что нельзя целовать девочку, которая не твоя дочка, не твоя родная сестра, там, не мама, не бабушка. Нельзя. И только до трех лет можно ребенка поцеловать. Ну, они говорят, что она была маленькая. Есть мнение, что было пять лет, но в то время люди дольше жили, поэтому, наверное, эти пять лет это совсем маленький ребенок. Яков рассказал, что он сын Ривки. В общем, на радостях Яков сдвинул камень, напоил овец Лавана, брата матери своей. В общем, как же он так мог. Сила у него была неимоверная, пишут. С одной стороны, взрослые, мы тоже видим, что сила у наших правоцов была огромная, потому что мы видим, что врагам положил дрова на Ицхака, когда он шел на гору моря, чтобы выполнить тот закон, который Всевышний сказал, что он принес Ицхака на жертвенник, то есть этот ужас, но чтобы сжечь взрослого человека на огромное количество дров. Естественно, можно себе представить, что он обладал силой, вот мы видим Яков сдвигает камень, который всем человек сдвигает, и мы видим еще такую вещь, когда Яков пришел, вода рванулась ему навстречу, туда, куда прикрыл Яков, вода поднималась, как только Яков пришел сюда, вода поднялась, все сразу стали богатые, пришло благословение с Яковом, все эти люди разбогатели, не только его, но и все, кто жил рядом, они не могли иметь много овец, потому что нет воды, так же Яков потом придет в Египет, мы увидим, что случится, голод сразу прекратится, и Нил поднимется, то есть что-то невероятное, Яков объяснил, кто он, больше камень на устье колодца никто уже не сталил, Лаван выбежал навстречу, потому что Рахель рассказала, кто пришел Лавану, и Лаван выбежал навстречу, и он помнит, когда пришел Элеезер, чтобы взять рифку в жены Ицхаку, то он привез огромные подарки с верблюдами богач, он думал, что у Якова тоже богат, он выбежал, начал его целовать, он видит у него богатских нету, так он уже целовал, что вдруг у него во рту бриллиант, в общем, ведрашник объясняет эту вещь, и состоялся разговор, после того, как он прожил у Лавана месяц, Яков естественно Лавану все рассказал, что у него произошло дома, Лаван ему говорит, не взирая ни на что, ты же кость моя, плоть моя, живи ему меня, Яков работает, и Лаван ему говорит через месяц, разве из-за того, что ты племянник мне, ты должен служить мне даром, что тебе дать награду, то есть получается, казалось бы, Лавану выгодно, чтобы Яков бесплатно работал, молча и все, но с такого человека ничего не спросишь, потому что он ничем не обязывал, он наоборот тебе делает даже если он тебе без денег работает, и он говорит, что тебе дать, тогда он обяжет Якова работать на него, более добросовестно и ответственно, и Яков сказал, буду служить тебе 7 лет, Зарахель, дочь твою младшую, то есть Яков хорошо знает, с кем имеет дело, это был не секрет, кто такой Лаван, Яков хорошо знает, и эти 14 лет в Хедре он даром не прошел, он знал, как заключается договора, он сказал, за Рахель, дочь твою младшую, чтобы Лаван не сказал, вот ты Рахель, говорил, Рахель, вот ты Рахель, но это будет не Рахель, его дочь, или что угодно, поэтому Яков все условия сразу обговорил, чем это закончится, мы узнаем завтра, а на сегодняшний день наш урок заканчивается, всем Браха Парнаса Кавана мазал то, что мы это время не грешили, читали Тору, всем всего самого наилучшего, кроме нас за поднятие души Владимир бен Григорий, Берт Бат Исраэль, Павел бен Ефим, Замуил бен Герш, Хай Мал Бат Йосин, Мир Бат Аврагам, Роза Бат Михаэль, Память Ури Бен Харинтон, Мендель Бен Мендель Яков Бен Нахум, За здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бен 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 Мария, Анна Бат Ривка, Полина Бат Соня Сура, Лена Бат Лара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен София Дуэра Бат Мирьям Моисей Бен Ева Элина Бат Двойра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берта Евгения Бат Ита Фира Бат Анна Денадий Бен Елена Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Сара Таня Бат Бат Сара Ида Бет Хая Авива Бен Хава Авива Мазл Барсас Гола Ирина Батури Арон Ребен Ри Загрош Шадух Арон Ребен Двой Родниц Бен Ахум Авигал Бат Сара Хана Бат Аврагам Парна Сай Брюд Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Всем все самого